МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ Эфир канала ОТС продолжают информационные итоги дня. В студии Екатерина Тихомирова. Здравствуйте. Коротко о главных темах этого выпуска. За моей спиной на закрытой пока для прохода пешеходной дорожке виден примерный объем того снега, который коммунальщики собирают с проезжей части. Из твердого агрегатного состояния в жидкое. Зачем в Новосибирске снег с моста вопь скидывали? Когда 40, 38, 35, здесь просто нереально. Здесь ноги в самой котельне замерзают. Здесь полностью затянуто льдом. Мелкий уголь и изношенная система отопления. Можно ли при таких условиях согреть жителей поселка в Тагучинском районе? Бывает, что опухоль небольших размеров, но она так называемая плексиморфная. То есть она имеет не округлую форму, а она имеет форму такой морской звезды. Опухоль размером со спичечный коробок впервые удалили без хирургического вмешательства. Подробности уникальной операции новосибирских врачей. Десять сотрудников регионального Роспотребнадзора сегодня наградили орденом Пирогова за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Специально, чтобы вручить награды, в Новосибирск прилетела главная санитарная врача России Анна Попова. В пандемию на специалистов Роспотребнадзора повышенная нагрузка и ответственность. Если раньше ведомство ассоциировалось в основном с оформлением разного рода лицензий, то теперь, убежден губернатор Андрей Травников, на людей в бордовых костюмах взглянули по-новому. Вас увидели не просто как надзорщиков, а как людей, которые стоят на защите благополучия, безопасности и государства, и региона, и каждого из нас. А самое главное, у нас сложился формат работы, когда мы не делили объем этой самой работы, не делили ответственность. В первую очередь шли и делали, если решение принято, а там уже разбирались, когда нужно усиливать, какими людьми, какими финансами и прочими ресурсами. Последствия крупной коммунальной аварии устраняют в Куйбышеве. Минувшей ночью без тепла остались 90 многоквартирных домов и несколько школ. С места ЧП Оксана Тимошенко. Александр отсутствие тепла в квартире заметить пока не успел. Говорит о том, что произошла авария, узнал только утром. Сообщили, что это порыв, ищут. Повреждения специалисты СГК обнаружили на внутриквартальном подающем трубопроводе по улице Каинска. В 5 утра его отключили. Без тепла остались почти 90 домов, несколько школ и других объектов. На 8 часов утра зона отключения локализована. 7 многоквартирных жилых домов находятся на циркуляции от обратного сетевого трубопровода. 1 школа, 3 частные дома и 5 прочих объектов. Чтобы найти место порыва трубопровода, бригадам потребовалось несколько часов. Работу осложняло сильное парение из-за холода. Столбик термометра сегодня днем не поднимался выше 20 градусов. На объекте работают 2 бригады и 5 единиц техники. Выявленный дефект устранят локально. Летом участок трубопровода заменят полностью. Между тем обстоятельствами коммунальной аварии в Куйбышево заинтересовалась областная прокуратура. В ходе проверки будет дана оценка действий должностных лиц и организаций по обеспечению соблюдения прав граждан на получение коммунальной услуги. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Закончить работу специалисты планируют к 10 часам вечера. Тогда же в квартиры горожан в полном объеме вернутся тепло и горячая вода. Оксана Тимошенко, Андрей Ребедев, Новости ОТС. Сегодня в Институте цитологии и генетики работает комиссия Федерального министерства науки и образования. Повод обращения к Владимиру Путину о низких зарплатах молодых ученых. В институте уже прошло собрание, на котором научные сотрудники высказали свои претензии. Средняя зарплата по институту 66 тысяч рублей. Это вдвое больше, чем в среднем по отрасли, как и прописано в майском указе президента. Но по каждому конкретному случаю комиссия по контрольно-ревизионной деятельности теперь будет разбираться отдельно. И отмечу, что некоторые организационные выводы московские чиновники сегодня уже сделали. Министерство не снимает с себя ответственности за произошедшие события. Тем более, что в Новосибирске у нас находится территориальное управление министерства. Мы уже сделали определенные кадровые выводы. Территориальное управление Миноборнауки будет ликвидировано. И сегодня наша съемочная группа побывала в лабораториях этого института. Мои коллеги пообщались с генетиком Анастасией Проскуриной. Именно она и задавала вопрос Владимиру Путину. Молодые ученые в этом институте исследуют лекарственные препараты, которые способны остановить размножение раковых клеток. Разработали уже два метода. Подробности в сюжете Сергея Толмачева. Вот опухоль в правой лапке привита. Если посмотреть, она шире. Эта мышь проходит курс химиотерапии. И одновременно ей дают препарат паноген. В итоге в организме происходит сложный процесс. Клетки буквально учат друг друга, как бороться с агрессивной опухолью. После химиотерапии в крови появляются обломки опухолевых клеток. Эти обломки поглощаются дендритными клетками. И дендритные клетки научают клетки иммунной системы бороться против этой опухоли. Дальше эти иммунные клетки уже распространяются по всему организму. И, соответственно, борются с опухолью. В итоге происходит уничтожение опухоли. Главные процессы происходят в кишечнике. В этой лаборатории можно их смоделировать. Мы проверяем то, как клетки захватывают экстраклеточную ДНК, то есть ту, которая находится вне клетки, как происходит ее захват. Новый препарат обладает двойным действием. Он способен защитить кровеносную систему. А первые этапы испытаний показали, что и здоровые люди в пожилом возрасте получают вместе с ним дополнительный заряд энергии. Ну а появление лекарства в аптеках говорить пока рано. Если опыта на мышах уже в прошлом, то для третьего этапа клинических испытаний нужно еще 160 пациентов. Каждому из них дадут этот препарат. Это дело долгое, кропотливое и затратное. Поэтому лекарства появятся, возможно, только через несколько месяцев. Еще одна методика борьбы с раком от молодых генетиков называется караханар. В переводе с санскрита убивающий причину. А именно стволовые клетки. Которым нипочем ни химио, ни радиотерапия. После такого воздействия отмирает часть опухоли. А стволовые клетки продолжают делиться. Генетики разработали методику, которая позволяет их убивать. Это тоже точечная и точная помощь организму. Мы их собираем в одном состоянии. Таким образом, что можем на них повоздействовать своими препаратами и уничтожить. В результате этого при элиминации, то есть уничтожении стволовых опухолевых клеток, далее опухоль можно либо стандартными методами долечить, либо даже иммунная система организма способна уничтожить такую опухоль. Опыты на мышах показали, выживаемость после такого курса увеличилась в 2,5 раза. Ученые сотрудничают с Центром онкологии, который очень заинтересован в новых разработках. И в ближайшее время врачи ожидают настоящего прорыва от генетиков. Сергей Толмачев, Александр Ведерников, Новости ОТС. Это будут крупные многофункциональные объекты в новых быстро растущих микрорайонах города Новосибирска. Их общая площадь почти 90 тысяч квадратных метров. А суммарный объем посещений в смену 6,5 тысяч. По словам Константина Хальзова, одна из главных задач, которую предстоит решить медучреждениям региона, это снижение показателя смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Летальных исходов стало больше на 18%, в частности от инфаркта миокарда и острого нарушения мозгового корообращения. Специалисты должны разработать новый план по оказанию помощи таким пациентам, заявил глава регионального Минздрава. Другим темам машиниста-эскаватора, который скидывал снег с Октябрьского моста прямо в реку, оштрафовали. Как заявили сегодня в мэрии Новосибирска, водитель сам принял такое решение. В то же время общественники заверяют, что это далеко не первый подобный случай. Рассказывает Андрей Баев. Видеоролик о том, как экскаватор выбрасывает снег с проезжей части Октябрьского моста прямо в ОПЬ, накануне облетел все соцсети и различные средства массовой информации. Сегодня в мэрии Новосибирска заявили, что машинист экскаватора самостоятельно принял решение именно таким способом очистить дорогу от снега. Не согласовав его ни с руководителем, ничего, и дабы сократить время уборки, по вывозу снега в дальнейшую с проезжей части, он решил при вскрытии тротуара все это скинуть в реку. О пользе или вреде спорить не приходится. И чиновники, и эксперты в один голос заявляют, скидывать в реку снег с дорог недопустимо. Отсев горных пород, соль и реагенты. Вот из чего состоит снег с проезжей части. За моей спиной на закрытой пока для прохода пешеходной дорожке виден примерный объем того снега, который коммунальщики собирают с проезжей части. Глыбы, которые здесь размещены, бывают шириной от 20 сантиметров, а то и до полуметра. Дорожники утверждают, что это единичный случай. Однако, по словам экологов, жалобы на подобную очистку мостов поступали и раньше. Некоторые нерадивые водители были пойманы с поличным и привлечены к административной ответственности. Те вещества, помимо реагентов, нефтепродуктор, мусор, который находится, все это попадает в реку. То есть, если это, конечно, было разово, то, конечно, эта вода могла со временем это размыть и не такой вред. Но когда это систематически, и у нас зима огромная, то есть это накопительный эффект происходит. И, соответственно, мы в этом году, в 20-м, то есть в прошлом году первое место заняли река Обхак, самая грязная река. В России? В России. Самая грязная река, река Обхак. Мы побили все рекорды. Конечно, говорят экологи, и на снегоотвалах весной вся эта грязь с талой водой уйдет в землю. Но в этом случае почва является природным фильтром и до подземных источников, а, соответственно, и до рек, доходит в разы меньше вредных веществ. Андрей Баев, Александр Шпак, Борис Гладких и Александр Егоров. Новости ОТС. Новости ОТС. Свой выбор пока так и не сделали. Государство дает возможность определиться. В Государственной Думе принят законопроект, который продлевает возможность подачи заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения до 31 марта текущего года. Я думаю, это такое хорошее подспорье будет для тех, кто там сомневался, либо просто забылся, не успел, для того, чтобы все-таки принять окончательные решения и при желании работать на упрощенной системе подать соответствующее заявление. Это новости ОТС. Смотрите далее в нашем выпуске. Она может существовать как отдельно, потому что так она может вставляться и быть вместе с туловищем. Чемпионат Сибирского федерального округа по спортивной гимнастике сегодня стартовал в Новосибирском центре имени Евгения Подгорного. Отборочный турнир на чемпионат России в Олимпийский год собрал больше 60 спортсменов из 11 российских городов. Александр Ширудила расскажет подробнее. Всего пару недель назад на этих же снарядах новосибирские гимнасты боролись друг с другом на чемпионате области, а сейчас конкурируют с гостями со всей Сибири. Спортсмены обосновались в комплексе еще 9 февраля, когда был тренировочный день, а сегодня принимают почетных гостей на церемонии открытия. Спортивная гимнастика для нас особый вид спорта, наряду и с фехтованием, и с хоккеем, и с волейболом. Сегодня школа гимнастики это не только те 170 ребятишек, которые занимаются непосредственно здесь, но и полторы тысячи ребят, которые занимаются в других секциях, и областных, и муниципальных. Соревнования продлятся три дня. За это время мужчины и женщины выступят в командном турнире, в дисциплине многоборья и разыграют медали на каждом снаряде. Главные надежды хозяев турнира, безусловно, связаны с мужской программой. Мне хочется увидеть, в какой форме наши ребята после пандемии, и, конечно же, почему мы проводим СФО именно здесь, что, конечно же, команда Сибирского федерального округа на чемпионат России будет формироваться в том числе и здесь, после этих соревнований. Поэтому нужно видеть, и я как президент федерации гимнастики Новосибирской области, и, конечно же, буду участвовать в обсуждении тех спортсменов, которые будут участвовать, ну, будут попадать в команду Сибирского федерального округа. В командном турнире новосибирским девушкам не удалось добраться до пьедестала. Здесь все медали достались гостям, а победу одержала команда Кемеровской области, которая впервые выступала в новом центре спортивной гимнастики. А то, что все снаряды находятся на помосте, это тоже отличается от остальных стартов, от других залов. А это плюс или минус? Ну, если подготовка к России, то плюс. Там похожий зал. Центр имени Подгорного – самый большой специализированный зал в стране, и этим летом комплекс впервые примет турнир всероссийского уровня – предолимпийский кубок. Это будет отборочный старт перед Олимпиадой. То есть во многом здесь будет сформирована национальная команда, которая представит уже в Токио сборную Российской Федерации. Поэтому, как сказал сегодня Евгений Анатольевич, это своеобразная такая репетиция, как в организационном плане, так и в плане выступления наших спортсменов. Главная олимпийская надежда новосибирской спортивной гимнастики Иван Стритович на этих соревнованиях не выступает. Не только из-за статуса спортсмена сборной России, но и из-за травмы. Перед Новым годом Иван перенес незначительную операцию на кисти и к лету точно наберет боевую форму. Впрочем, и без него команда Новосибирской области – один из главных фаворитов чемпионата Сибири. Александр Шарудила, Андрей Руднев, Новости ОТС. Сейчас короткая реклама и вернемся к выпуску новостей. Заезжайте на АЗС ТОПЛАЙН за качественным топливом и вкусными блинчиками. АЗС ТОПЛАЙН.РУ Лучевая диагностика в Центре новых медицинских технологий. Компьютерный томограф, цифровой маммограф, рентген, ультразвуковая диагностика. Все виды обследований. Высокоточный результат. Центр новых медицинских технологий. Ледовую арену возведут в срок. К такому выводу пришли специалисты контрольно-счетной палаты после проверки. Побывали на строительной площадке спорткомплекса, а затем выступили с докладом на заседании Комитета по строительству регионального ЗАГС Собрания. Рассказали, готовность арены 25%. Чтобы доделать остальное, подрядчику придется привлечь больше рабочих. Срок сдачи – осень 2022 года. То есть на все, про все примерно 18 месяцев. Аркомитет молодежного чемпионата мира по хоккею не позволит проводить соревнования в здании, которое не эксплуатировали в тестовом режиме. Комитет принял решение о том, чтобы систематически мониторить ход строительства. Речь о нарушениях не идет. Речь идет все-таки о выполнении графика строительства. И это принципиальный вопрос. Нестандартный опухоль пищевода большого размера новосибирские хирурги удалили эндоскопически. Раньше образование такого объема удаляли или с помощью разрезов, или направляли больных к столичным врачам. Как справились с заболеванием, которое мешало пациенту есть и пить? И где можно сделать такое вмешательство бесплатно? По полису ОМС. Наталья Цопина расскажет. На операционном столе пациент с подслизистой опухолью пищевода. Она мешала больному есть, плохо проходила вода. Потому и обратился к врачам. Вот она опухоль, которая как раз оттесняет, отдавливает пищевод. И вот это опухоль, исходящая из стенки пищевода. Диагноз привычный, а вот размер образования нестандартный. Взвешивали все за и против. Выполнять ли эндоскопическое вмешательство? Обычно такие методы используют, если диаметр образования не больше 3 сантиметров. Эта опухоль была 5 на 2. И чтобы достать ее, пришлось разделить на несколько частей. Подслизистая опухоль или, как ее еще называют, лиомиома – заболевание редкое. Среди случаев всех новообразований пищевода пациентов с таким диагнозом около 1%. Выявить ее можно благодаря ФГС. Впрочем, подчеркивают медики, не каждому требуется хирургическое вмешательство. В выявлении отрицательной динамики, которая проявляется ростом опухоли, увеличением его размеров, либо появлением клинической симптоматики, то есть когда у пациентов могут появляться затруднения при глотании пищи, как вариант, какое-то поперхивание, например, из-за задержки слюны или жидкости, или там, пищи, просвети пищевода. Тогда, безусловно, это уже является показанием к оперативному вмешательству. Операция длилась около трех часов. Сначала врачи выполнили разрез слизистой оболочки выше опухоли, затем с помощью эндоскопа выделили ее из мышечного слоя стенки. Пришлось даже заводить специальные петли, чтобы разделить образование на фрагменты. И затем уже, соответственно, мы выполняли клипирование, то есть мы закрывали этот дефект, через который заходили, закрывали специальными эндоскопическими клипсами. А клипсы потом самостоятельно отходят. Раньше удалить объемное образование эндоскопически можно было только в Москве или Санкт-Петербурге. Сейчас и в нашей областной больнице. Причем бесплатно. Бывает, что опухоль небольших размеров, но она так называемая плексиморфная. То есть она имеет не округлую форму, а она имеет форму такой морской звезды, так скажем. И она вот эти отростки может пускать между мышечными волокнами и стенки. Тогда, конечно, этап выделения может тоже затянуться. Иногда опухоль небольших размеров может также удаляться 2,5-3 часа по времени, иногда даже дольше. За прошлый год в областной больнице прооперировали четырех пациентов с подслизистыми опухолями пищевода. В этом году пока операция первая, но на днях поступит еще трое с подобным диагнозом. Наталья Цупина, Антон Мамаев, Новости ОТС. Когда в школе невозможно писать гелевой ручкой, чернила стынут, а в детском саду и машинку не покатать. Пол холодный. В селе Пойменное в нескольких учреждениях средняя температура зимой редко превышает 17 градусов. Жители видят причины в некачественном угле. Александр Попов разбирался в этой ситуации. На камеру ни в школе, ни в детском саду сотрудники журналистам рассказывать, насколько сильно мерзнут, не стали. Но за кадром продемонстрировали и грибок, и сырость на стенах. На градусники после недавней оттепели еще пока плюс 19, но с морозами ожидают традиционные 15-17 градусов. Дети мерзнут. То есть одеваем теплая водолазка, сверху теплая толстая кофта, обязательно теплые штаны, кроссовки. С сегодняшней ночи начинается опять похолодание, соответственно, здесь больше 15, никогда температура не поднималась. Семь лет мы здесь живем, и семь лет такая ситуация. В школе ничуть не лучше. Там учителя в одном из рабочих кабинетов фиксировали даже 11 градусов. Дочка в седьмом классе учится. Она пришла и сказала, мама, в школе настолько холодно, что у меня уже ручки просто не пишут. В местном сельсовете говорят о проблемах, знают и постоянно мониторят ситуацию. Потому что системы еще сами старые, сами по себе. То есть трубы забиты грязью, однозначно. То есть все системы отопления лет уже по 40 и более. Поэтому, соответственно, и скорость воды, течения воды, теплоноситель, она замедляется. У кочегара Андрея Леснова другое мнение. За 3,5 года работы он потерял уйму нервов и здоровья, доказывая, что с таким углем поддерживать тепло в домах невозможно. Вот это пыль вот. Ее как топить? Вот она она. Во-первых, нам не дают поднять давление. Мы не можем полноценно натапливать систему. Во-вторых, котлы забиваются, дедуктивная часть. Мы ее чистим раз в неделю, два раза в неделю. Это вот сейчас погода спасает. А вот когда 40, 38, 35, здесь и просто нереально. Здесь ноги в самой котельной замерзают. Здесь и полностью все вот это вот затянуто льдом. Смены по 12 часов нет. Помощника и спецодежды – только рабочие перчатки. Кроме верхонов, все. Это как спецовку с дому я привезу, чтобы здесь переодеться. Опять же, в сельсовете все знают, но сетуют на бедственное положение районного центра модернизации ЖКХ. Полномочия у нас сняли и передали в район. Ну и, соответственно, в район мы с чем ушли? С долгами. В администрации Тогучинского района объясняют – уголь вполне калорийный. Марка особая. Дом США. Фракции мелкие, но в котельных применяются. Правда, все же лучше иметь автоматическую линию подачи угля, а не по старинке вручную. Что касается школы и детсада, то обещали направить комиссию для проверки. Александр Попов, Константин Менин. Новости ОТС. На двух участках федеральных трасс из-за погоды ввели временное ограничение движения, но если автолюбители могут снегопаду отложить поездку, то расписание рейсовых и школьных автобусов поменять сложно. Из Кочаневского района сюжет Екатерина Новгородцевой. В Кочаневской средней школе учатся 755 детей. Почти каждый десятый из соседних сел – Бармашова, Мирного и Дружного. Утром и вечером автобусы проезжают по 35 километров. Дороги очень хорошие, дороги у нас чистятся вовремя, очищаются от снега. Поэтому таких проблем нет. Отменить мы можем только из-за сильного мороза. Вот в этом году у нас всего лишь три дня не было подвоза. Когда морозы, вы сами сибиряки, сами здешние, знаете, что ниже 40 были морозы. Да, тогда отменяется подвоз. За трассой следят тщательно. Основная часть дороги – щебенка. По нормативам здесь не должно быть наледи и слоя снега толще двух сантиметров. В этом году сложности добавила погода. Для более безопасности оборабатывается песко-соляной смесью, либо есть более качественные материалы, которые на основании химии сделаны. Такие материалы, как Бионорд, которые работают в более низкие температуры, чем песко-соляная смесь, которая имеет концентрацию соли с песком 20-30%. Которая не так эффективна будет в большие и отрицательные температуры. В первую очередь по дороге быстро проходит патрульная техника, чтобы убрать большие массы снега. Следом – грейдеры. Они удаляют наледь и выравнивают дорожную поверхность. В местах, где осадков особенно много, используют тяжелую технику. С ее помощью устанавливают снегозадерживающие траншеи. Школьные маршруты у нас под пристальным надзором как Министерство транспорта совместно с Министерством образования. Ежедневно мы получаем информацию утром о подвозе детей, о состоянии школьных маршрутов. Делаем соответствующие выводы и при необходимости принимаем оперативные методы. Всего в Новосибирской области 704 школьных маршрута. Перевозят около 13 тысяч ребят. Автомобильный парк укомплектован и периодически обновляется. Все автобусы оснащены системой спутниковой навигации «ГЛОНАСС». Екатерина Новгородцева, Алексей Зубила, Новости ОТС. В Новосибирском театре «Кукол» готовится к премьере. Французский режиссер Ролан Банин ставит Мольера. Комедия «Мнимый, больной» адресована как взрослой, так и подростковой аудитории. Мы никогда в нашем театре не ставили чистую комедию «Дель Арта». Потому что мы были мало с ней. Смотреть-то мы, конечно, смотрели и по телевидению, и в кино. Сейчас можно посмотреть по интернету, можно чего очень много посмотреть. Но сами мы не работали с комедией «Дель Арта». В этом спектакле впервые в Новосибирске, а возможно и в России, широко используют кукол-марионет-мешок. Их придумали во Франции, и режиссер предложил новосибирским артистам освоить новую форму. Внутри кукол-мешочки, набитые мелкой крупой. И получается, что руки артистов становятся руками персонажей. Это позволяет достичь определенной пластики и выразительности. Осваивать новую систему артисты начали с тренингов. Вначале кукловоды работали только с мешочками. Придумывали, как можно их оживить, делали этюды. Но и позже куклам добавили голова. Голова может существовать как отдельно. Потому что так она может вставляться и быть вместе с туловищем. А когда она существует отдельно, это может добавлять красок в образе. То есть она может перекатываться где-то. Может вообще от туловища отсоединяться даже. И на этом все. Выпуски новостей ОТС смотрите также на нашем YouTube-канале. Адрес вы видите на экране. Подписывайтесь и будьте в курсе событий. А 10 февраля в студии работала Екатерина Тихомирова. Спасибо за внимание. До встречи. Здравствуйте. Прогноз на 11 февраля. По данным сервиса Яндекс.Погода в Новосибирске будет ясно. Ветер южный 2,7 м в секунду. Влажность 72%. Температура ночью минус 29,31. Днем минус 23,25. В последующие двое суток будет ясно. Температура воздуха в пятницу минус 22,24. В субботу минус 21,23. На этом о погоде все. С вами была Ольга Лихачева. Отличного настроения и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин